Первая задача. Задача, в принципе, весьма такая же актуальная иногда по многим вопросам, может быть, даже в вашей жизни. И с другой стороны, задача очень древняя. И задача, которая вызывала некие споры в древности, это задача о разделе ставки. Значит, есть некоторые граммы. Оглянка. Можно считать, что оглянка. Это означает, что вы просто бросаете монету. Смотрите, что это произошло. И краска была до пяти побед. Это что означало? Что кто первые пять раз выиграл, тот и победил. Значит, стали бросать монету. Бросали, 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 бросали. И получилось так, что после шести бросаний первый выиграл четыре партии, а второй выиграл. Но тут внешние обстоятельства вынудили игроков прекратить игру. Например, вы на уроке каком-нибудь, вместо того, чтобы слушать моего Ивана, занимались чем-то интересным, выиграли. Я не знаю, во что число играли. Дети, ну, в точке выиграли. Или просто в щелбанке. Вот. Или вот монету бросали. Да? У вас были раундные. И вы решили, что ну как, или в крестике ноль и трейд, или с наполием, или с одной части, значит. А вот вы играли, играли. Ну и вот тут раундный звонок. Или кого-нибудь из вас решили таки призвать к ответу и вызвали к доске. Все, игра закончилась. Но ни один из вас не дошел до финиша. Правда? Но был некий приз. И этот приз надо разделить. Спрашивается, в каком соотношении это было разделить? Кто должен взять сколько от этого приз? Спрашивается, ну как делить? Игру продолжить нельзя. Все, вот что есть, то есть. Как будем разделять приз? Предлагайте. Какие мысли? Ну вот это чисто же действие. Вы расслабьтесь. Это совершенно не математика. Это просто обычный, вот так сказать. Да. Говорите свободно. Можно раздуматься в случае ждать 4 шестых. Ну 4 шестых, а 7, а 2 шестых. 2 шестых. Соответственно, с их победами мы не можем получать. Так. Ваша версия. Обратно вернуть равные доли, да? Равные доли. Смотрите. Вот равные доли, они могут не согласиться. Почему? Первый скажет. Он скажет, что я играл, 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 играл. Мне везло, везло. И что теперь? Я при своих только-то еще? Да? С вашей версией может тоже не согласиться. Первый скажет. Почему? Он может сказать, что слушайте, мне всего один раз остался, и я бы выиграл. Ну вот еще бы раз сыграю, и все мое, а вы мне только 4 шестых. И второй может не согласиться. Он может сказать, что я же мог бы и выиграть. Ведь если бы мы доиграли, могло же так случиться, что у первого закончилась фортура, и дальше он все играет, играет и проигрывает, и за три хода все, второй и проигрывает приз. И вот, значит, древние размышления, а, 7 к 3. 7 к 3, а это почему? Ну, 5 минус число и прибавить к 2. Ну, это как-то уже сложная комбинация. Вот смотрите, но древние тоже думали об этом, они предложили, а давайте, давайте дадим им доиграть виртуально. Ну, игры не будет, но давайте подумаем. Что было бы, если бы они доиграли? Таковы их шансы на выигрыш. И разделим приз в зависимости от их шансов выиграть. Понятно, да? Значит, сколько бы им еще пришлось играть раундов, чтобы точно выиграть кому-то из них? Не более трех. Не более трех, правильно? То есть, вот чтобы выиграть, надо играть не более трех раз. И сейчас, в принципе, конечно, может хватить и одного, если первую свезет, но три раза. Будем считать, сейчас мы давайте будем считать просто потому, что я так скажу, а потом обсудим, почему я так сказал. И что надо было бы делать, если бы делали не так. Мы будем считать, что они играют все три раунда. Понятно, да? Все три раунда. Даже если первый выиграл, они все равно доигрывают все три. Значит, каждый раз можно выпустить либо ноль, либо один. Сколько всего исходов в таком эксперименте? Трехкратное бросание монет. Сколько будет всего разных исходов? Два в тридцать, то есть восемь. Все понимают, что восемь. Я понимаю, что поле в тридцать. Поднимите, кто понимает, что восемь сегодня. Так. А сколько из них выигрышных для второго? В каком случае выигрывает второе? Что ему надо сделать, чтобы пять побед набрать? И чем это сделать? Все. Правильно, да? В одном случае. Если ноль, если единичка, это за второго, да? То должны все единички быть. Такой исход всего один. Значит, второго устраивает только такой исход. Какова вероятность его выигрыша? И исход, который ему нужен. И восемь всего, одна восьмая. А какова вероятность выигрыша второго? Ну, соответственно, семь восьмая. Понятно, да? Во всех остальных случаях он наигрывает. Каковы отношения этих вероятности? Вот это отношение называется шанс. Один к семи. Так вот, предлагается разделить приз не в два к четырех, а в отношении один к семи. Значит, интересно то, что эту задачу решали. Например, ее решал Никола Тартаги. Кто-нибудь знает, кто такой Никола Тартаги? Чем он знаменит? Итальянец, живший такой в эпоху Возрождения. Ну, или в такой прямой эпоху Возрождения. Вот чем он знаменит? Никола Тартаги. Он был один из тех, кто научился решать кубические уравнения. Представляете? Вот. Вот эта задача для него, ему казалась очень сложной. Теперь, смотрите. Что я хотел обратить ваше внимание? А почему я сказал, что мы, даже если выиграть раньше первой, почему мы будем играть все три раза? А почему мы не закончим раньше? Ведь, знаете, ведь казалось бы, гораздо естественнее думать, что игра будет устроена так. Либо сразу выиграет первый. Я пишу сюда результаты бросать. Либо он проявляет, но на втором ходу возьмет свое. Либо он возьмет свое на третьем ходу. Либо что? Первый возьмет приз. Так? Ну, если это за первую, я подпишу. Да, хорошо, что это. Значит, почему мы так не стали писать? Ведь тогда, вроде бы, один исход, в котором выигрывает второй, и три исхода, в котором выигрывает первый, надо делить гораздо оптимистичнее один в трех. На четыре части. Почему мы так не сделали? Давайте посчитаем вероятность. Какая вероятность при отзакратном бросании монетки выбросить орла? Одна вторая. Ну, одна вторая, это все знают. Одна вторая. А какова вероятность получить вот такую комбинацию при двукратном бросании монетки? Какие у нас варианты при двукратном бросании монетки? Это один один, ноль ноль, один ноль, ноль ноль один. Варианты в четыре, из них нас устраивает какой? Один вариант. Получается сколько? Одна четвертая. Здесь будет какая вероятность? Уже одна восьмая. Это одна восьмая. Видите, что произошло? Нельзя подписать им всем одну четвертую. Они все имеют совершенно разные вероятности. Это вот та же ситуация, что и с бросанием публика, которые были разные играми. Вот для того, чтобы избежать этого вычисления, а работать с его игрой с равновозможным исходом, вот для этого мы и разрешили доиграть партии. Понятно, да? Вот это задача разделе ставки.